Плюс 226 миллионов рублей. Городская казна существенно прибавила в весе. Изменения в бюджете утвердили депутаты на 16-м наседании Городской Думы. В его работе принял участие глава города. Олег Фурсов поздравил парламентариев с успешным завершением в регионе важной политической кампании. Часть депутатов Городской Думы переходит на работу в губернскую. Это заслуженное избрание, это рост, это хорошие очень возможности для вас. Будем надеяться, что вы займете ключевые позиции. В губернской думе. И хотел бы тоже попросить вас помнить о том, что залог успешности города Самары, залог повышения качества жизни горожан, зависит в том числе от того, как работает губернская дума. В то же время эта победа, это наш общий триумф работы слаженной команды однопартийцев, единомышленников под руководством губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина. Дополнительные деньги поступили из федерального и областного бюджетов. Причем большая часть прибавки – это расходы на оснащение школы в поселке Волгарь. Еще один социально значимый объект – стадион «Нефтяник». Он был капитально отремонтирован. И почти 7 миллионов выделено на проведение мероприятий, направленных на популяризацию футбола. Также 250 тысяч рублей поступили от мецената на ремонт фасадов в историческом центре Самары. 250 тысяч – это спонсорская помощь, которая тоже очень кстати в городской бюджет. И мы приветствуем те организации, которые выделяют сегодня средства и в виде денег, и в виде тех ремонтов, которые ведутся у нас на основных трассах города по обустройству фасадов зданий. Также депутаты утвердили изменения в генплан. Поправки касаются зонирования более 50 участков. Кроме того, утверждена новая схема формирования молодежного парламента. К 15 действующим его членам добавится 27 – это представители внутриградских районов. Олег Зверев, Артем Сулайманов. События.